это воют койоты иногда не забегает к нам тоннель когда мало людей если будет очень голодные могут кого-то скушать тоннелях у нас бегают еще коты дикие в общем не знаю что они едят скорее всего что там еда брошенная рабочими есть мыши крысы в общем живность ночью здесь кишит и самое опасное что эти койоты незаметно тихо подходят к человеку даже не слышно всем доброй ночи ночная смена продолжается у меня вторая неделя в ночь сейчас будем ставить там нет и параллельно сделаю мониторинг за спиной находится видите темный участок тоннеля там за блоками закрытый забой там была зона обрушения в общем наблюдая этот участок темно там светятся такие марочки если видите небольшие в общем буду делать двойную работу сейчас вам покажу он там нет с обратной стороны стоит такой металлический в общем его нужно установить дышать тяжело здесь вентиляции нету постараюсь оптимально выполнить работу сейчас мне нужно будет поставить установить инструмент рабочее положение закоординировать его в общем координаты я определяю относительно полигонов которые заложены в общем они по периметру тоннеля либо фундаменте там есть у нас определенные точки но так как сегодня я работаю без помощника будут засекаться на точке которые находятся вверху так мониторинг выполнил в этой области видите сейчас отчетливо видно точки для мониторинга такие они вот светятся подсвеченные отражают свет от прожектора вот они по периметру находятся несколько сечений там в общем в тоннеле видите заставлена техника контейнеры места очень мало это сечение 3l ну где-то средняя не самое большое есть еще меньше 2 или сечения а есть еще больше сейчас пойду посмотрим что там вставни там почему его ставить невозможно узнаем у ребят ну вот так выглядит этот там нет металлоконструкция под бетон сложная система в общем состоит из поршней управляется она при помощи пульта и джойстика конечно но порядок и и приводит несколько рабочих людей сейчас проблема так понимаю с объектрикой конечно здесь на полу куча хлама как видите грязь ну так и работаем сейчас электрика вдала обнаружил поломку что там замыкание короткое было на а он не боится руками туда лезть но в общем когда починит тогда там нет сможет передвигаться по по рельсам можно его будет подвинуть немного установить на заданное положение на шов и тогда можно поставить его проектное положение мы будем надеяться что поломка не серьезно слава покажи пульт как ты направляешь расскажи как этого трубы ты управляешь при помощи вот этих тумблер у тебя вижу да их 4 это что такое смотри это вот нога четвертая нога 3 я понял то есть электромотор 1 2 3 4 то есть это ты включаешь да 1 2 3 4 включая сначала это полный запуск здесь три лампочки загорается потом начинает пищать на потом нажимаешь на старт и нажимаешь на старт это вот на положение положение 1 1 она она едет положение вторая ты просто поднимаешь каждую ногу поднимаешь и отпускаешь да это положение вторая тупая поднимание 3 это влево вправо там нет от оси 4 это нижние юбки и тоже зависит 3 4 раз вниз раз вверх он отпускает подымаешься и пятое это большие большие крылья и 6 этапе не понял вот так в один но все такое система сложная то надо время чтобы знать очень славик объясню вы управлять там не там пришел вали начальник так все финиш транзистор сгорел блин там нет не двигается ладно пошел забирать прибор свой в общем ребята без электрики вот эта тяжелая металлоконструкция под бетон она не может передвигаться поэтому все уходят с этого участка работы приходят на другой участок и я немного расстроен потому что уже дважды захожу сюда видите сколько грязи здесь в общем ходить неудобно ну ладно так уже дважды сюда приходил прибор настроил видите показывает красным контур это сечение этого тоннеля такой кружочек это лазер отражатель куда я навелся в общем мои задачи было установить этот там нет на проектное положение чтобы залили бетон так как надо чтобы было вот так красиво гладенько можем ну вот все так что ребята задавайте вопросы пишите комментарии свои поставьте лайк если понравилось в общем этот ролик был для строителей для геодезистов а также всех кого интересует строительство тоннелей так всем пока до встречи и и